Добрый вечер, уважаемые зрители! Здравствуйте, наши любимые подписчики! Мы приветствуем вас в прямом эфире Московского Дома Книги. Меня зовут Диля, я сегодня буду вести онлайн-встречу. Тема, блокадные дни. Я хочу пригласить к нам в эфир Александра Широкорада, с которым мы обсудим именно эту тему и его книгу. Очень ждём его на связи. Александр Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Вас очень хорошо слышно, пока мы тут все собираемся, и ваши зрители тоже, и наши подписчики. У нас тема сегодня непростая – блокадные дни. Блокада Ленинграда – трагическое и героическое время, ведь мировая история не знает более великого подвига, чем подвиг Ленинграда. В нём боролись силы жизни и смерти, и победила жизнь. Давайте сегодня об этом поговорим. Дорогие друзья, у нас в гостях сегодня Широкорад Александр Борисович, современный российский военный историк, публицист, автор нескольких десятков научно-популярных книг по артиллерии и военной технике. И сегодня хочется задать первый вопрос. Какие поднимает Ваша книга вопросы «Блокада Ленинграда. Финский вектор»? Ну, «Блокада Ленинграда. Финский вектор» впервые, я не побоюсь так сказать, поднимает вопрос участия Финляндии в блокаде Ленинграда. Меня ещё с детства удивляло, как могла быть блокада, кольцо, блокадная Ленинграда, быть только за одной плавной. Как ни странно, именно длина фронта с финнами была больше, чем с немцами. И без участия финнов в войне никакой блокады бы не было. Вот, что говоря, Ленинград бы нормально снабжался, просто была бы, блокада не была бы как таковой, была бы просто линия фронта под Ленинградом. Например, Ленинград была под Москвой, под Тулу и так далее, и так далее. И возникла блокада только с участием Финляндии. Я не выпячу и в книге, и сейчас не выпячу роль Финляндии. Она играла, как сказать, вспомогательную роль в Финляндии. Она была союзником, но была, если разжировать по вкладу своим, вторым союзником, даже Италия, играла в войне с СССР гораздо меньшую роль. Финляндия была, повторяю, на Восточном фронте союзником номер один Германии. Причем сейчас возникло очень много мифов о Финляндии, что якобы маршер Маннергей, который много лет был в Петербурге, что юность его прошла, будет совершенно правильно, надо сказать, что Маннергей был царский генерал, причем генерал из лейб-гвардии, то есть личной гвардии царя. Но тем не менее, что вроде бы там лейб-гвардии должны были быть патриоты и так далее, но тем не менее, в значительной числе и гвардии просто говоря пошло служить и интервентам, и националистам всех мастей. Словно того же Георгия Скоропадского, который бы и знаком был с Маннергейм, умея бы одинаковые. В Финляндии соужили, ну, Скоропадский стал, Гетман, всея Украина, на немецком стал у них. Ну, а, соответственно, Маннергейм пошел в вожди незалежной Финляндии. Чем самое интересное, что Маннергейм не финн, он швед, никакого, даже капли крови финской его нет, и до 17-го года он Финляндии начинал, как Чихунц меня называл. Но тем не менее, появилась вакансия, появился человек, он, собственно, незаурядные способности военные будет, Маннергейм этого не отнимешь. Вот, но никакой ностальгии по Петербургу, в гору своей юности, у него не было. И финны, вопреки сейчас появившимся утверждениям, что финны дошли только до старой границы. Вот, вспомнишь, в свое время Ленин предоставил Финляндии довольно удобные границы, как сказать, то же самое, как у нас в Беловеческой пуще предоставили административные границы в Украине, Прибалтике и другим государствам. То есть административные границы сделали государственные. Но тогда Ленин предоставлял независимость социалистической Финляндии. Но социалистической Финляндии была утоплена в крови как раз вот с Белофинами в углове с Маннергейм. И вот в 40-м году граница была отодвинута. В марте 40-го года отодвинута от Ленинграда, так она была где-то на 20 километров. А так ее отодвинули. И нофины не только заняли территорию, которые были отданы по мартовскому миру 40-го года Советскому Союзу, но они двинулись и дальше. И Ленинград спасло то, что Ленинград был крепостью. И тоже я впервые, кто сказал, что Ленинград был крепостью. Крепость не преступная ни для финнов, ни для немцев. Чтобы делать Петербург, Ленинград крепость, стало все Петр Велик. Он заложил Кронштадт, он заложил еще ряд крепостей на Западе. А потом все русские цари укрепляли красоту и западные кодки. А в свое время с 24-го года Советское правительство стало создавать Корейский укрепленный район. Поперек Корейского перешейка был создан настрой границы Корейский Кур, или как называли его Каур. И вот этот Каур был создан по передовой технологии. Именно Каур остановил на старой границе финнов. Новые крепления были построены, финны быстро прорвали, сравнительно насилие Корейского перешейка. Но Каур был неприступен. В местах финновам удалось прорваться. У Белоозера захватили. Еще несколько показателей и пошли дальше. И вообще премьер-министр Рюти предлагал сделать границу по реке Небе. Рюти говорил, нам не нужен город. Вопреки всем высказанным, что нужно было сдать Ленинград, сейчас очень модно, зачем нужно было мореходом жителей Ленинграда, не то, что просто. Это не имеет никакого отношения, потому что, во-первых, даже если бы немцы захотели принять консультацию жителей Ленинграда, и Ленинградского фунта, они не имели физически доставить продовольствие туда, но естественно и не хотели. В любом случае, жители Ленинграда сначала ожидали голодную смерть. И, кстати, Финляндия тоже. До войны, как в Германию шли накануне войны эшелоны с продовольствием, так и Финляндию из Советского Союза шли и шли в продовольствие. И уже в первые недели и месяцы великой войны Мандергейн серьезно просил Литвера присылать продовольствие. Тогда немцы, скрипя силцем, стали посылать продовольствие в Мандер. В Финляндии в 2000-2000-2000-2000-2000 годах был уже голод. То есть там была жесткая карточная система. Кормить жителей Ленинграда там было половинчиков. Мало того, интересна судьба русских на Каринском перешейке, на тех территориях, которые находились между Молковым 40-го года и августом 41-го в составе СССР. Все население, все, дети, старики, женщины, все население Каринского перешейка было депортировано в Финляндию. Их отправили в Финляндию и в конституционные лагеря. Мало того, все русское население Карелии по этническому принципу было заключено в конце лагеря захватенной части Карелии, то есть Панежского озера. Финнам удалось захватить Карелию, в том числе петрозаводки. В одном петрозаводке было 7 петрозаводки. Причем не для военнопленных, а чуть не для населения. С учетом того, что большая часть петрозаводцев, практически все мужчины были или облазованы в армию, или уехали вместе в составе предприятия, были эвакуированы, то 90% населения семьи конституционных петрозаводцев составляли женщин и дети. Ну вот судьба какая. В лучшем случае это были вот эти конституционные петрозаводки, но с учетом того, что население в Петербурге было у Ленинграда было раз в 20 больше, чем оставшиеся жители в Зарзаводске, то и кормить им было нечего, их было просто уничтожено. Или немцы, или финны. То есть никакой альтернативы битвы за Ленинград не было. И вот Ленинград стал по второй крепости. Запада его прикрывали в Артифинском заливе. Это не только Краснодар. Краснодарская крепость это не только остров Коттен, но и десятки намывных искусственных островов, а также крепления на Карельском перешейке и на в районе Оренбаума и так далее. С юга и запада прикрывал Ленинград Нева, с востока Ладожское озеро и наконец с севера от Финна прикрывал Корейский Бомбили Финный Ленинград. Нет, не бомбили. Но это связано было не с тем, что Маннельгейм добрый человек и решил не бомбить жителей Ленинграда, а с требованием Германа Геринга, который потребовал, чтобы финские самолеты не летали на Ленинграде, они действительно не летали дальше, чем 4 километра от линии от финской линии фронта. Почему? Потому что финские самолеты были закуплены в Англии до войны или были трофейные с первой войны советские трофейные самолеты. Их легко было спутать с советскими машинами, которые использовали британские лендезовские машины и, соответственно, свои собственные машины. поэтому было разделение Ленинград бомбили только немцы. Хотя в 44-м году, когда немцы ушли, финны несколько раз пытались бомбить Ленинград. Что касается зато, финны оторвались очень здорово на Ладожском озере. Финская авиация жестко бомбила дорогу жизни на Ладожском озере. бомбили и баржи и суда Ладожских платили, которые везли как не только продовольственные у Лидия, в Ленинград везли у Лидия, туда везли продовольственные вот финские самолеты очень удачно они нанесли ладожской коммуникации финской самолеты даже больше вред, чем немцы. Это можно даже много считать. И, наконец, артиллерия финская стреляла реально Паленград. Паленграду у нас часто любят показывать Невский проспект. Оставили вторую надпись «Страна наимене опасна для обстрела». Да, финны не обстреливали Невский проспект. Но что же касается Кронстата, Леси Ванумуса и целого ряда кварталов Ленинграда, причем финны жестоку обстреливали. Мало того, они почти стерли с лица земли Сестрорецка. Сестрорецка осталась 5% от населения. Вот меня часто историки про финской ориентации попрекают, а вот вы как раз включаете в состав Ленинграда те населенные районы, которые были Ольги Налисий Нос и еще которые составили Ленинград на 41-й год не были. Встречали только после войны в состав Ленинграда. А вот значит финны не стреляли по Ленинграду. Но дело то в том, что все равно были жилые сплошные жилые массивы. А входили организационно на 41-й год в состав Ленинграда или вошли после войны. Это наверное не столь важно. Главное что там были люди, живые люди. И вот эти районы жестко подвергались бомбардированию. Остались фотографии развалийных домов в Кронштадте. В 42-м году с фронта были сняты две сверхмощные железнодорожные установки советские и отправлены в Кронштадт. Куда? В районе форта Александра. Откуда они по немцам практически не могли стрелить. Куда? Для борьбы с финном. Финские железнодорожные установки в районе Куакала, современной Репина и западнее обстреливали Ленинград. К сожалению, финнам удалось захватить несколько двух железнодорожных установок 180 мм и три железнодорожные установки 305 мм были захватены на Ханг. Что интересно, в этих установках стоит сказать, на Ханг эвакуировали полуостров, базу, взорвали стволы этих оружий. И зачем транспортеры транспортеров железнодорожных проб вроде нет, транспортеры были слегка повреждены, а стволы взорваны. И вдруг командующий полковник Кабанов докладывал еще по прибытии в Ленинград в конце 1941 года, что все уничтожено. И вдруг разведка доносит, что вот эти железнодорожные транспортеры дьют по Ленинграду, по Северному району. Финские снаряды дорезали даже в Казахстанском вокзале. А что произошло? А дело в том, что финам помогли немцы. В свое время в рамке узнал линкор генерал Север, бывший Александр III Безертов. И там французы сняли эти стволы, и немцы, захватив эти стволы в Норвегии, куда их оставили французы, а передо них финнам. И вот эти стволы Северного Александра III в Громе Ленинград. Может не центр города, а Ольгина, Лесинос и так далее. И самое интересное, что после войны в железнодорожной установке вот эти 305 по условиям мира финны должны были передать СССР. Но они их спрятали. И только какие-то финские коммунисты нашли их спрятан сообщили в контрольную комиссию и присутствуют мандат. Вот одна из этих установок стоит сейчас на Поклонной горе. То есть когда пройдет эпидемия, каждый может подойти и посмотреть вот такую установку, которая стреляла по улице и на носах. Она находится на Поклонной горе. Это железнодорожный установок, ее ходовая часть, то есть железнодорожная часть, квартир, был построен в СССР и захватен в Ханковске в 41-м году в Финне. А пушка была с линкора Александр III. Она стреляла по туркам, потом была увезена в Рангель в Безерту. Из Безерты эти пушки были доставлены в Финном. Потом она стреляла. Потом ее отдали Советскому Союзу и нашего Балтийского флота. Ее эксплуатировала приблизительно до 61-го года, а потом она пошла в резерв, на склад, вот сейчас где-то 10 уже стоит на Поклонной горе. Это символ войны в Финляндии. Та неизвестная война, которую нас стараются не показывать, не афишировать. И уже несколько ветеранов звонил, говорит, слава Богу, хоть кто-то нашелся, кто рассказал о войне с Финляндии. Александр Борисович, спасибо большое, очень-очень интересно. Я хочу сейчас всем, кто к нам присоединился, сделать небольшой анонс. Вы видите закрепленную тему, у нас Александр Ширкорад на связи, публицист, историк. У нас тема сегодня очень важная и волнующая, блокадные дни. Также мы обсуждаем книгу блокады Ленинграда «Финский вектор», книга нашего гостя. Сегодня вы, кстати, ее можете приобрести с 15% скидкой в нашем интернет-магазине, поэтому, пожалуйста, проходите. В сторис есть ссылочка на книгу, свайпайте вверх, и вы окажетесь в интернет-магазине. Также там можно приобрести другие книги, которые тоже с 15% скидкой. В подарок получите журнал «Читаем вместе» майский свежий номер. Вот у меня вопрос возник. Друзья, кстати, вы можете задавать вопросы в прямом эфире, не стесняйтесь, пожалуйста, пишите. в ходе 872-дневной блокады Ленинграда за все это время от снарядов погибли 16, если я не ошибаюсь, 16700 человек, а вот от голода более 632 тысяч людей. В связи с этим вопрос, кто вообще несет ответственность за кольцо блокады и какую роль играет финский вектор в этом всем? Дело в том, что кто несет ответственность за блокады, естественно, тот, кто ее устроил. Понимаете? То есть, попросту говоря, Германия и Финляндия. Причем, если в сражениях людей с артиллерией, авиации немцы многократно превосходили финны, то ответственность за гибель людей она поровну идет. Представьте себе дом, в котором было два подъезда и две двери были забиты. Одной стране Сидоров и Ивановым. Естественно, там погибли люди в этом доме. Виноваты оба, Сидоров и Ивановым. Попросту говоря, равноценные входы были закрыты. Понимаете? Забиты финнами и не финнами немцами. Ну, естественно, тут надо с одной стороны указать на то, что советские власти недостаточно подготовиться, но они и не могли предположить, что будет такая грандиозная артиллерийская битва за Ленинград. В чем-то немного, но все-таки виноват и население обывателей. Ведь, собственно, официально была объявлена эвакуация Ленинграда уже через неделю после войны. эвакопункты три центральных эвакопункта были открыты через неделю на Ленинграде, а потом были открыты десятки районных аваруационных пунктов. И уехать поначалу мог кто угодно. Не будем забывать, что до сентября, до начала сентября, когда немцы подошли, из Ленинграда эвакуировались не в теплушках, потом уже в теплушках люди эвакуировали в товарных лагон, а вначале эвакуировали в поездах дальнего следования пассажирских вагонов. Эвакуация шла с трудом, народ не хотел уезжать. К сожалению, так получилось, и в первую очередь не хотели уезжать женщины. Мы здесь останемся, здесь мой муж, я боюсь за твою квартиру, и в чем-то можно понять. Может быть, это не было рассматриванием серьезной проблемы, потому что все-таки блокада началась... проблема была серьезная, после того я читал документы, ходили представители райкомов, райкомов партии... Сами люди, может быть, не рассматривали это все. Мы решили ваш карточек, ну, начало войны еще не решили. Мы решили ваш карточек, а мы и без вашей карточек живем. То есть люди были уверены в том, что они проживут и справятся с этим со всем. Напоминаю всем, что блокада началась с 8 сентября 1941 года, это буквально через 2-3 месяца после начала войны. Да, ну, это 3 месяца можно было уехать свободно. А вот уже после начала блокады на самолет платили огромные деньги, чтобы попасть в самолет. Это все нелегально было, конечно, неприятный момент в посаде, но потом люди платили огромные деньги и за место в грузовике на Ладоге, и за место на борту самолета. В чем самолеты тоже серьезные потери от немецкой и финской авиации и сбивали регулярно над Ладогой летали подразделения немецких и финских самолетов. И специально охотились за пассажирскими самолетами. Да, знаете, вернемся к дороге жизни, ведь она раньше называлась до блокады дорога смерти. Давайте о ней поговорим, которая проходила дорога жизни, потом ее называли, она проходила через Ладожское озеро. Что же по этой дороге везли? Везли продукты из Большой Земли, правильно я понимаю? Да, везли продукты, причем даже были такие случаи в 42-43 годах, когда перегоняли стада оленей. Так. Командование Карельского фронта решил сделать подарок ленинградцев и было перегнано где-то в районе 5000 оленей. Причем часть оленей везли лосани, на которых была мороженая рыба, опять же подарок рейхи. Только за один перегон ленинградцы получили 300 тонн оленевого мяса. и по льду Ладожского озера стада оленей или гурток перегонялись, или оленевые пряжки везли мороженую рыбу ленинградцев. Это, конечно, капля в море, но я показываю, как это делалось. Мы почистили все склады в Ленинграде. Были разрешены огороды. Уже в 42-м году появились огороды. Самая, конечно, жуткая была ситуация между декабрем и мартом. Особенно, когда уже сам не ходили по логике, а навигации еще не было. Это где-то было февраль-февраль-мар жуткая ситуация была. Блокадные 50 грамм были. Все они говорили, повторяться не буду. Попали людей были от голода, от дистрофии. Она усугублялась самыми разными заболеваниями. И все вместе приводило к огромному голоду по дежуре людей. Но со всей стороны безвезли продовольствие в Ленинград. Ни на секунду, несмотря ни на ледостав, работала транспортная авиация, которая привозила. Они не только мясо привозили, но они привозили тушенку, шоколад, и деликатесы всякие привозили. Правда, никаких перов у Жданова и других руководителей ленинградской обороны никогда не было. И люди бывают еще оба-то по-другому. Как мог Ленинград просуществовать 800 дней блокады? Как? Почему проработали ленинградские предприятия? Да потому что еще весной летом 1942 года по дну Ладоги было проложено 8 ниток электроснабжения высоковозных. Помните, в Крыму по-другому каналу только через год проложили. А там в Крыму не хватало электроэнергии. Через год. А тут проложили буквально Словковский ГЭС и других мест проложили за несколько недель. Мало того, было проложено 4 ветки нефтепроводов и керосинопроводов. То есть керосин и нефть качались по дну Ладожского озера. И самое интересное, что немцы ни финны не знали об этом. Они узнали это уже только после войны. То есть снабжение было, в общем-то, старались делать все, что могли. И уже в 43-м году, где-то в феврале-марте, по карточкам стали выдавать Ленинграде столько, сколько в Москве. Делалось все. То есть просто говоря, я, конечно, были случаи хищения, отдельные мелкие случаи разглядяюсь, но я смотрел эти документы, упрекнуть ГКО в том, что не снабжен Ленинград нельзя. Делалось все, что было можно на тот момент. Вот, кстати, такой факт интересный. Летом 1942 года был матч, футбольный матч, его транслировали не только петербуржцам, но и немцам. Вот этим матчем, кстати, мы показали свою силу духа, что, несмотря на все сложности и трудности, у нас остается оптимизм, и мы верим. То есть, как бы, мы даже, знаете, подломили немножечко, я так понимаю, этим матчем. Я вас дополню, дело в том, что театральная жизнь в Ленинграде не прекратилась ни один день. Большая часть театров и актеров была эвакуирована, но по крайней мере два театра, другое дело, что они периодически давали спектакли в каких-то клубах, ну а клубы, извините, в советское время иногда размером с театром или больше каких-то театром, в больших рабочих клубах давали спектакли, но даже в ноябре, в декабре 41-го года давали спектакли, то есть спектакли покрыли два театра как минимум работали самые страшные дни блокады. Вот есть... Работа и спектакли тоже помогали поддерживать. Да. Опять же, вот интересный момент. 28-го, 30-го декабря 1941-го года блокада. Немцы говорят в конце Ленинград, что там все вымерли и так далее. И несколько сотен автомобилей отправляются на Корейский перешей, естественно, до Финской линии фронта. Зачем, как вы подумали, за ёлками? За ёлками отправляются за ёлками. То есть я сейчас забыл цифру сварить о десятках тысяч ёлок, которые во всех детских домах были, во всех детских садах были ёлки. И давали им скудный праздничный обед, сладенький кисель, немного каши и даже по кусочку мяса. То есть детям были встроены праздники с ёлкой и со вкусным обедом. А вот повторяю, 30-31 декабря 41-го года. Отвините. Замок водителя. Вот. У меня, знаете, какой вопрос сейчас возник? А на ваш взгляд, какой год был самый переломный и сложный? Вот если я напомню, то есть такая статистика, весной 42-го года при таянии снега, то есть буквально там прошло полгода сначала, там чуть больше полгода с начала блокады. На улицах, это очень сложный, тяжелый момент, на улицах и на площадях стали обнаруживать трупы людей, это было более 13 тысяч, и их называли тогда подснежники. Подснежники, да. Вот какой самый тяжелый все-таки период для Ленинграда был? Какой год такой, знаете, вот переломный? Это было начало или это все-таки была середина? Начало, в чем дело. С точки зрения голода, с точки зрения лишения гражданского усиления, самые страшные были декабрь 41-го и соответственно апрель 42-го года. Особенно март, это время голода, самые низкие пайки, самая жуткая ситуация. Действительно, вот ситуация с трупами. Трупы изжигали, трупы, даже, честно говоря, я думаю, не хочется перед день накануне победы говорить об этих кроватах, это ужасно происходило. Да, даже были случаи каннибализма и массовые, и что самое интересное в советском законодательстве, наказания за каннибализм не было. И сейчас, кстати, его нет, но сейчас это обычно связано с убийством, потому что каннибализм связан с убийством, а там еле-еле трупы людей. Вот, к сожалению, это было. Но, есть еще другой момент, что у нас не было снарядного голода, в Ленинграде не было снарядного голода, и на один снаряд отвечали как минимум двумя, а то и более за все периоды блокады. То есть, Ленинград был самовосстанавливающей крепостью. Работники в первую очередь обостровавшего завода Ленинграда производили снаряды, где-то в моей книге, данной фотографии, человек рядом стоит, и снаряды начиная от 152 до 46-мм и выше человека ростом. Вот эти снаряды, все дела обостровавшего. Эти снаряды выстреливались из орудий Балтийского флота, береговых систем, из научно-исследовательского морского полигона. Еще самое интересное, что битву артиллерий сквозь Ленинград начали батареи, именно НемАПа, научно-исследовательского морского полигона. Они за неделю начали обстреливать немецкие войска, и только через неделю немцы сумели подойти к Ленинграду и начать обстреливать город. Причем было объявление еще у нас, к сожалению, не объявляли, что немцы близко под Ленинградом, и что не напугать людей, объявили заранее, за день, что будет производиться, морской полигон будет производить учебные стрельбы. Ну и Ленинградцы даже думали это учебные стрельбы, когда огромные 406, 356, 305, огромные снаряды весом 800 килограмм, в полтон, летали над жителями Ленинграда, а Ленинградцы думали еще, что учили. На самом деле немцы подошли близко, вот эти батареи на свердальных орудий били по немецким войскам. Тут еще момент, я хотел бы сказать, почему-то мало говорят о роли железнодорожной батареи в защите Ленинграда. Наши дальнобойные орудия 130-356 миллиметров установлены на железнодорожных установках, а таких было около 50, они внесли огромный вклад в оборону Ленинграда. Причем ни одна из этих установок, это я гарантирую, я лично искал во всех архивах, ни одна из этих 50 железнодорожных установок не была уничтожена. Повреждены были, гибли люди, ну, небольшой, небольшой полиция, но ни одна установка не была уничтожена. Почему? Наши бойцы и командиры привели чудеса смекалки. По усталу до военного нужно было, чтобы сняться тяжелую батарею 180 или 356 миллиметров с позиции. Нужно было 45 минут. А реально она снималась за 3 минуты, за 3, 45 минуты. Люди хотели жить и наносить урон немцам. Что же происходило? Там были специальные ноги, опорные, которые в основное время было на поднятии вот этих опорных ног, которые не опускали, их не дабы стрелять. Так их поднимали чуть-чуть. И вот эти опорные ноги, представьте себе, даже не могу показать, они над землей шли на 30-40 сантиметров, а местность в Ленинграде, как вы знаете, пологая. И позволялось ехать, если поездок не было. И вот это чудовище, огромная железнодорожная установка, покрытая маскировочными сетями, ветками, и с растоприданными ногами вызывалась панические ужасы у мирных жителей. Вот эта установка, разцопылив ноги, через три минуты после выстрела уходила куда-то. Вот в этот момент стреляла другая установка. Потом третья установка батареи. Когда отстрелялась третья, уже эта установка, отойдя на два километра, производила первую выстрелку. То есть стрельба шла непрерывно. Мало того, более слабые орудия гаубицы и пушки гаубицы 152, пушки 122 миллиметра армейские, непрерывно вели рядом огонь. Кроме того, были использованы подрывные патроны, которые имитировали выстрелку. И то есть шквал огня бросился на немцев. Кто-то бил рядом армейской артиллерии, а железнодорожные установки били на 40 километров дальше. Но немцы не могли понять, кто и где стреляет. Просто море огня, ни звукино-техические системы, ни оптические средства. Ничего не могло нарушить. И вот результат. Наши железнодорожные установки воевали поусталу, малой кровью. Ну, пусть на своей территории, но малой кровью. И вот этот кодек, к сожалению, как-то не отмечу, как-то прошел. Почему железнодорожные установки были, как бы сказать, основным оружием нашей дальней артиллерии? Дело все в том, чтобы многие установки кораблей или флортов были еще старые, не ленированные. То есть у них могли быстро сноситься стволы, приходилось менять стволы. А на всех железнодорожных вставлялись лениры. То есть как бы нижнее велево полупушки. Это тоненькая труба, которую можно в течение трех часов вынуть и вставить новую, когда происходит раздар канала. Каналы были как бы до революции. Носили мужчины под брюками, чтобы не портились, не пачкались брюки. Так то же самое. Вот эти лениры используют. А лениры буквально шлепал Абуховский завод. Абуховский завод давал лениры, а снаряды. Когда железнодорожные установки выходили из строя. Их тоже чинили. То есть попросту говоря, все вот это восстанавливалось. И доходило дело до того, что в период битвы за Москвой, за это ругается советская команда. Какие-то неправедные легкие пушки, например, кулковые пушки 1926 года, 1927 года и 1939 года отправлялись из Ленинграда под Москву уже во время блокады на самолетах. Под Москву они были неожиданхожны, а в Ленинград их было избытно. Во время одного немецкого наступления, когда Жданов жаловался на превосходство немцев, Сталин ему резко сказал, у вас, говорят, тяжелых танков больше, чем на любом другом крончисе. Это было 1941 года. А откуда взялось такое количество тяжелых танков? Их давал Кировский завод. То есть Ленинград самовосстанавливался крепость. Кировский завод давал тяжелые танки. Когда танки подбивали, те же самые рабочие заводы ставили башни на укрепленные линии, в том числе на Каури. На Каури было поставлено огромное количество буквально сотни танковых башней. Внизу сверху танковая башня. Вот такие доты, которые не по зубам, не по зубам, не по зубам. Интересен, например, Оренбалмский Пятачок. Это Оренбалм у Маносов город. И вокруг него привезли на 20 километров в радиусе. Немцы прошли победным маршем от границ до Рейнбалмского Пятачка, который был где-то 50 километров на запад Сталинграда. И не могли взять. Там был укрепленный район и были огромные башенные батареи Красной Горки. И вот эти батареи вели огонь как по финнам, так и по немцам. Поворачиваются на север в 305-мм и бьет по финнам. Поворачиваются на запад или на юг бьет по немцам. И те и другие боялись ее, бомбили ее. Но самое интересное, что ни одна из башен Красной Горки, несмотря на обстрелы артиллерии, бомбардировки, строя не вышло. Выходили расстрелянные орудия, но их опять же подвозили новые, меняли именно расстрел защитных лейбой, их меняли. Вот почему пехота была, ну почему не то, что сдавалось, представьте себе солдата, которых где-то в Белоруссии, в поле, сзади танки, спереди немецкая пехота. И представьте того же советского солдата в районе Красной Горки, Рейнболгской Пятачка. Идут немцы, идут танки, пехота, но сзади флот, сзади мощные форты, над головами летят полутонные снаряды, которые среди немцев все паник и ужас, потому что действительно любый снаряд морской артиллерии из танков просто перестал существовать после попадания снаряда. Из него он разлетался как спелый арбуз после удаления так. Немцы допустим вывезли интересный вот еще. Наши железнодорожные установки 180 километров они устроили охоту за самолетом. Да, за самолетом. Но только не в воздухе, а на аэродромах. В районе Гатчины еще где-то на наших советских аэродромах немцы расположили свои самолеты истребители для тепла и для бомбардировщиков. Эти легкие бомбардировщики эти аэродромы служили аэродром подскоком. И вот туда направляли партизаны или диверсанты которые сообщали допустим на Гатчинском аэродроме находятся сейчас 10 самолетов. И подходили к линии фронта железнодорожной установки задирали стволы не на 45 а на 50 градусов за счет полета в атмосфере и на 40 даже больше километров посылали снаряды. Партизаны и диверсанты корректировали огонь. И немцы потеряли несколько десятков самолетов и перестали пользоваться аэродромами вблизи Ленинграда. Представляете 40 километров от линии фронта это уже как тылы сейчас это тылы даже не корпусы тылы армии. Тыл дивизии это 6 километров а тогда 40. То есть понимаете вся вот эта вся территория там чуть-чуть не до Выборга наши войска обстрелили финские позиции. То есть даже больше зона обстрела советской артиллерии была больше чем территория блокадной Ленинград. То есть ни один немец или фин в радиусе 40 километров от линии фронта не мог себя чувствовать безопасно. Какая там воздушная атмосфера может быть воздушная тревога. А тут в любой момент произойдет с нуля. Интересный был еще вот любопытный момент. Наши бойцы Ленинградского фронта провели контратаку и захватили целую две батареи немецких реактивных установок калибра 320 и 280 километров турбореактивных снарядов. У нас были снаряды Катюши стабилизировались за счет павтологии стабилизаторов. А у них за счет вращения снарядов турбореактивных снарядов. Вот захватили. И тогда наши инженеры из научно-исследовательского морского поликона увидели и говорят давайте мы такие же сделаем. И самое интересное сумели изготовить технологию на 13 заводах начали создавать вот эти сверхмощные турбореактивные снаряды. У нас таких тогда еще не было. Катюша была более мобильная, но гораздо менее-менее мощная. 132 миллиметра и 320 и даже 280 согласитесь это большая разница. И вот они все были оснащились 30-килограммой турбчатки. Причем сохранились фотографии. У меня где-то фишка фотографии. Когда дети мальчишки на станках вытачивают детали вот этим огромным снарядом немецким жалим. И войсковые испытания вот этих снарядов провели на участке на юге Балканного кольца. Причем выбрали участки случайно или нарочно. Где происходила смена в войск. Там стоял батальон голубой дивизии испанской. А его менял немецкий батальон. Ну там через какое-то время происходила ротация через литр. И в момент смены, когда оба батальона были на месте, произошел зал 300 снарядов. реактивных вот эти же немецкие. Они у нас назывались М-28, М-32. И как-то немцы и испанцы не досчитали батальон. То есть весь батальон на опорный пункт был уничтожен вот этим сквалом огня немецких штанов. Это вы, в общем-то, не знали. Потом у нас стали появляться, в Ленинград стали присылать снаряды. Наш М-30 ну примерно, меньше мощно примерно такие же. Вот. И ленинградские инженеры снимали вопрос, зачем нам привели на полигоне испытания сравнительно М-30 нашего и М-28 ленинградскую производство. И говорят, ленинградскую производство лучше. Кстати сказать, снаряды ленинградского производства, созданные на базе немецких, они имели даже лучшие баллистические качества. я смотрю, все там битвы, они должны намного, наши инженеры даже улучшили вот эти небеские стареты. То есть делалось все, что было можно. Вот у меня вопрос такой возник. Скажите, пожалуйста, Александр Борисович, как вы считаете, успех в этой операции в нашей Красной Армии в чем состоит? Какие факторы повлияли на то, что все-таки Ленинград выстоял и не сдался? Ну, во-первых, стойкость на сквозь. Моральный дух населения, потому что никаких были случаи бородерства, мерзкие случаи бородерства, шликуляции было, совершенно много, но в целом никаких там бунтов, про которые говорили немцы, ничего не было. Народ стойко и тогда, в отличие от современных либеральных действий, которые могли бородаться, немцы, культурные люди, все понимали, что с ними будет. И, кстати, немцы что делали? кстати, немцы никогда никого в концлагерь по национальному признаку русских, я имею в виду, не евреев, не цыган, а русских, никогда не отправляли. Отправляли партизан, коммунистов и так далее. А вот в Карелии все русское население подлежало отправке национальной лаги и практически все население в двух деревень, куда не сумели пойти в Карелии, всех отправили в концлагеря. А идея была, что после войны мы их отправили в советское коме, куда-то там, за пределы Великой Финляндии, даже не в Вологодской области, а в коме, на полярной крупной улице, Ленинградской Ленинградской понимали ситуацию, они понимали, что выходы другого и дрались как могли. Это первое. Второе, я уже говорил, ленинградские заводы, люди, голодные люди в холодных цехах стояли и делали все пушки, лейнеры, снаряды, танки, аппаратуру Дорудовск, казематные пушки, все, все шло на фронт. И, наконец, то, что, начиная и советские инженеры, и Петр Великий укрепляли Петер, делали его крепостью. И вот эта крепость, которая была достичена всех сторон, вплоть до того, что до Ивановских вооружений командный Балтийский флот вдоль всей Евы, за пределами города, выставила километр канонерка эсминька, километр канонерка эсминька, там порядка 12-14 в разное время артиллерийские кораблики по эсминьке Канонерской лодке с прошлым орудиям стояли вдоль Невыцепочкой до самых Ивановских коробок, то есть защищали с юга. Были огромное количество железнодородных не только железнодородных орудий, но и новых были предназначены для программы Большого Флота, ведь перед войной Советский Союз строил Большой Флот, но, к сожалению, построить из-за войны не удалось, киатрский флот, но десятки, даже сотни вот этих орудий, калибра 130-180 мм, были направлены поставлены по периметру обороны Ленинграда и на юге. На западе были уже так неприступные форты, а на юге были поставлены. И, наконец, повторяю, на Уссенцинском морской полигон. Там было шесть батарей длиннобойных орудий, из них самые мощные, которые могли вести круговой обстрел и по фирмам и по немцу. Везде, где создавалась опасность, гремела не только артиллерия того участка фронта, но и дальнобойная артиллерия морского полигона, дальнобойная артиллерия по тем железнодорожной установке. Немцев везде встречал шквал огня. Я специально смотрел отчеты об артиллерийских дуэлях и практически всегда артиллерийские дуэли кончались приведением к молчанию немецких оружий. Причем не всегда уничтожались, но приводили к молчанию. То есть рядом нижние разрывы, кто-то ранил кого-то, кого-то убило, заклинило пушку и так далее. И, кстати, тут интересный момент, хотелось рассказать маленькую-маленькую деталь, о детях осколочных. Это ленинградские дети, начиная с 8-ми и более, они следили, где разрывается тяжелый немецкий снаряд. Дело в том, что Гитлер со всей Европы собрал самые тяжелые орудия. Артиллерийская битва в Ленинград не имела в себе равных в истории человечества. Под Ленинградом с обеих сторон было больше орудий, чем в Севастополе и Сингапуре, в самых больших крепостях Второй мировой войны. Больше чем вместе, чем в Сингапуре и Севастополе. Немцы собрали все. Самое интересное, что большинство тяжелых орудий были не немецкие, а французские и честные. Об этом надо забывать. Например, французская железнодорожная установка 520 миллиметров посылала двухтонные снаряды в 2 тонны веса. И что же делали эти мальчики? Видят, ну и там и девочки были, видят взрыв снаряда тяжелого. На легкие они не обращали внимания. Они сразу туда бегут и находят еще теплые осколки этого снаряда. Собирает осколки и бегут в специальные пункты, где сидят дяденьки артиллеристы. Вываливают из рюкзаков и сумок вот эти осколки. Соответственно, их быстро сортируют и по ним восстанавливается снаряд и по крайней мере фрагмент снаряда и видно пушки там были тяжелые пушки буквально штучные. Там были английские пушки и сколовские и довоенные австро-венгерские и огромное количество французской артиллерии. И по ним по снарядам восстанавливают что запуск какие у него какая мощность. Дальше звукометристы те, которые определяли на звук где происходит произведен выстрел докладывали, что вот район. И дальше узнавали, вот в этом районе например стоит 20-сантиметровая чешская заложница. Вот в этом месте. Ну а дальше по этому району бомбили летчики, а чаще наносили удар сами артиллеристы. Ну а дети за сумки с теплыми осколочками получали пищу. Ну и доволи неплохо, но военные, среди военных голода особо не было. Наши части городского фронта не доедали, но никто не голодал. И вот специально выделялись продукты для вот этих ребят осколочков. Они подъедались, они мало чем рисковали, чем остальные. От таких снарядов убежищ не упроются. И тем более, что они бежали уже после разрыва туда. Вот такие дети осколочки. А с другой стороны, те же финны, извините, перебив, на северном берегу Финского залива еще до революции было построено огромное количество деревянных, да и сейчас где-то кое-где они остались, деревянных дач двух-трехэтажных, дач, в которых называют в основном европейская интеллигенция, купечество, великие князья жили на южной стороне, а там в общем-то средний класс. И вот финны на вот этих дач установили, тоже мои книжки немножко привоз фотографии, огромные телескопы, огромные стереотруды. Они корректировали огонь, как свои, так и немецкая артиллерия по Лейнграду, то есть ВИП-Кронштадт. То есть они немецкие картировщики, финские вот эти сверхмышленные трубы, один товарищ довольно-таки известный, историк, начал говорить, что я придумал, что из северного берега Финского залива не виден Кронштадт, не видны корабли. Так вот я довольно средств посредственного зрения, я уже в возрасте, я встал, присутствует людей, показал где-то на берегу в районе Репина, я встал на берег и показал, вот Кронштадтский собор, вон Кронштадт. Вот тут стоят корабли, без биноклей. А представляете, у Финного было огромней. Огромнейшие трубы, там все правильно. Они действительно иногда очень трудно различить действия финских и немецких снарядов. Только иногда, когда остались директрисы каких-то направлений. Александр Борисович, у нас есть вопросы в чате, поэтому я быстренько задам их. Дело в том, что наш эфир ограничен инстаграмом, и у нас через 5 минут будет уже закончен эфир, поэтому остается мало, прям совсем 4 минуты времени остается. Давайте тогда как блиц такой вопрос и ответ. Ладно? Девушка одна пишет, смотрела вчера, когда эвакуировали людей из Ленинграда через Ладогу, раздавали какие-то бутерброды, и потом люди, кто эти бутерброды в пути съел, умирали. Это была диверсия, но вот такой есть... Таких диверсий не было, но человек, который долго голодал, в истории известны сотни случаев, и получает большое количество еды, он умирает. Спасибо за ответ. Дальше еще один вопрос. Почему до сих пор так много креечных материалов о войне? Ведь столько лет прошло. Дело в том, что Великая Отечественная война, или Вторая мировая, называйте как хотите, она определила, и до сих пор определяет развитие человечества. Ялтинская система дала, как бы сказать, рамки для развития человечества. Возникли системы в Восточной Европе, рухнула клониальная система, и так далее. Если, допустим, в Восточной Европе произошла реставрация старых порядков в определенной степени, они вступили в НАТО, то клониальная система рухнула без возраста. Вот одна из последствий Великой Отечественной войны. И Великой Отечественная война будет еще десятилетиями определять развитие человечества. Спасибо большое за ответ. И последний вопрос, который у нас был в чате. Как рассказывать детям о блокадном Ленинграде, вообще о блокадных днях? Как вы посоветуете рассказывать? Вы знаете, все зависит от возраста. Начинать семи восьмидесятилетним детям, показывать трупы, говорить о случаях каннибализма, нельзя, категорично. Им надо показывать кадры, стрельбы нашей дальнобойной артиллерии, показывать стрельбу наших кораблей, показывать наши тяжелые танки доедущих. то есть это тоже правда. Повторяю, у нас в блокаде Ленинграда не было поражений, я повторяю, что на каждый выстрел дальнобойной немецкой артиллерии было как минимум два, а то три и четыре выстрела советской артиллерии. И вот это надо показывать. А уже потом дозированно начинать показывать и трупы, и Пискаревское кладбище, и ужасы войны. Начинать сады, не шутят. Александр Борисович, спасибо большое. Дело в том, что эфир заканчивается. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в нашем эфире. Простите, если не на все вопросы смогли ответить. К сожалению, время ограничено. Я хочу сказать, что потрясающая встреча в преддверии праздника Дня Победы. Мы столько всего полезного с вами обсудили, узнали много. Спасибо, Александр Борисович, за такую интересную беседу. Я слушаю передачу праздника Дня Победы. На связи был Широкорад Александр Борисович, современный российский военный историк, публицист, автор нескольких десятков научно-популярных книг по артиллерии и военной технике. Друзья, в нашем сторис есть пост, свайпайте вверх, приходите в интернет-магазин и приобретайте книги с 15% скидкой. Подарок вы получите журнал «Читаем вместе». Мы благодарим всех вас за то, что были с нами сегодня и желаем всем здоровья. До встречи! Александр Борисович, до свидания! Спасибо большое! До встречи!